Привет! Как ты знаешь, главной причиной того, что казахские жузы приняли российское подданство, было существование по соседству с казахским ханством сильного противника Джон Гарри. В предыдущих программах мы неоднократно рассказывали тебе о кровопролитных столкновениях этих двух государств между собой. В сегодняшнем выпуске тележурнала «Наша история» я предлагаю тебе поближе познакомиться с этим ханством, сыгравшим немаловажную роль в истории Казахстана. Айраты, обитавшие на территории между озером Балхаш, горами Тиньшань и верховьями Иртыша, представляли собой разрозненные племена, соседство с которыми до поры не представляло казахским правителям больших неприятностей. Но все изменилось в 30-х годах 17-го столетия, когда к власти в Джонгаре пришел Хото Хочин, получивший от Далай-ламы титул Эрдени Батур Хунтайджи. По словам русского архимандрида и востоковеда Никиты Бичурина, Батур Хунтайджи был тоже для элютов, что и Петр I для России. Наличие агрессивного соседа Цинской империи, постоянно посягающей на территории Джонгарии, не оставляло Эрдени Батуру выбора. В его государстве была установлена сильная централизованная власть с жесткими военными законами. В воинскую повинность несло абсолютно все мужское население. Проведя реформы, Эрдени Батур сумел подчинить свои власти всех кочевников северо-западной Монголии. Захватил часть восточного Туркестана. Как свидетельствуют летописцы, около 60 тысяч торгаузских семейств во главе с князем Хо Урлюком, недовольные новыми порядками, покинули насиженные места и перекочевали в низовье Волги, положив начало к алмыцкому этносу. Тем временем айратские правители провели общемонгольский съезд, на котором был принят закон под названием «Великое степное уложение», а единой религией провозглашался буддизм. С этого времени начинается самый настоящий расцвет Джунгарии. В государстве активно развивались ремесла и торговля. А в 1648 году буддийский лама Зая Пандита разработал айратскую письменность Тодоби Чиг. После смерти Эрдени Батура в 1660 году ханом стал его сын Сенге. Время его правления продлилось недолго. Он был убит во время междоусобных войн. Его брат Галдан, посвященный в ламы, жил в Тибете. Но узнав о случившемся, с разрешения Далай-ламы снял с себя монашеский сан, вернулся на родину и расправился с изменниками. Считается, что именно во время правления Галдан-хана Джунгария достигла наибольшего могущества в своей истории. Были совершены удачные походы в Кукунор и Ордос, захваченные территорией Турфана и всего восточного Туркестана. За такие заслуги в 1679 году Далай-лама, наставник и покровитель Галдана, пожаловал ему титул Бошокту, благословенный. После нескольких сражений с маньчжурскими войсками Галдан-хан умер, и трон занял его племянник Циван-Рабдан. Отказавшись принять вассальную зависимость от империи Цин, он начал войну против нее, нередко одерживая победы над превосходящим противником. Такое положение дел сохранялось и при правлении Галдан-Цирена, который после нескольких лет противостояния заключил мир с цинским императором Ханси. Получив перемирие на этом фронте, силы джунгар вторглись на территорию казахского ханства. Именно этот поход вошел в историю под названием «Годы Великого Бедствия». Его последствия для казахов были плачевны. Около миллиона человек были уничтожены. Большая часть земель захвачена айратами. Но после победы сначала в Булантинской битве в 1726 году, а затем в Андракайском сражении тремя годами позже, казахская армия начинает теснить захватчиков из своих земель. Противостояние продлилось еще несколько лет, и джунгары не раз одерживали победы над казахскими правителями. Но силы джунгарей начинают иссякать. Помимо этого на них обрушиваются и другие неприятности. Цинская армия возобновляет против айратов военные действия. А в самом ханстве после смерти Галдан-Цирена в 1746 году вспыхивает борьба за власть. Это привело к тому, что часть джунгар, возглавляемых князем Амур-Саной, перешла на сторону маньчжуров. При его поддержке армия императора Цянь-Луна вторглась в джунгарию и захватила в плен хана ойратов-давоцы. Амур-Сана, не получив обещанный китайцами трон джунгарии, в 1755 году восстал против своих недавних союзников. Провозглашенный своими сторонниками ханом, он поднимает восстание против маньчжуров, но оно продлилось недолго. В джунгарию вторгается хорошо вооруженная и численно превосходящая армия Цинской империи. Маньчжуры начинают методичное истребление айратов. Через год после начала этой войны из 600-тысячного населения в живых остается лишь 40 тысяч человек, которые вынуждены бежать на территорию России. Амур-Сана, укрывшись в Тобольске, умер в 1757 году от Оспы. Два года спустя джунгарии могущественного противника казахского ханства не осталось и следа. На этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова